истец требует компенсировать материальный ущерб и моральный вред ответчик иск не признает заявляет что истец психически больна чем пришли в суд ваша честь я обратилась коммерческую клинику с незначительным вопросом по здоровью а ответчик терапевт этой клинике постоянно меня вызывал на консультации к себе и заставлял меня проходить всякие обследования сдавать анализы запугивал меня постоянно разными тяжелыми заболеваниями которые у меня что вроде бы как есть в итоге я так проходила полтора месяца и потратила сумму шестьдесят одну тысячу 700 рублей оказалось ваша честь что я была совершенно здорово и именно поэтому я требую именно поэтому я требую чтобы клиника мне вернула мои деньги 61 1700 а так как постоянные были запугивания со стороны терапевта ну со всякими тяжелыми заболеваниями и я находилась постоянном стрессе еще возместить мне моральный вред сумме 100 тысяч рублей а как вот все началось я почувствовала себя не очень хорошо и решила пойти к доктору я отношусь очень бережно к своему здоровью именно поэтому как я раньше считала что платная клиника здесь будут более профессиональные врачи данный терапевт когда я к нему пришла меня смотрел выписал таблетки и сказал чтобы я пришла к нему через два дня чтобы проверил результата говорите вам никто не назначал повторных визитов вы мне назначили вам не назначали повторных и когда я к вам пришла а визит каждый визит оплачивается вы мне сказали о том что ваша честность сказал что не нравится якобы мое дыхание что я задыхаюсь и на меня так смотрит и гипнотизирует видимо их там учат гипнотизировать а я человек очень внушаемый естественно он говорит что у меня головокружение я чувствую головокружение он говорит что сердце колет я чувствую что сердце колет в итоге я как белка в колесе полтора месяца анализы прием всякие процедуры прием мрт сделала головного мозга который мне стоил восемь тысяч семьсот и когда я сделала которая мне стоила тысячи четыреста сделала кт легких еще в первый раз когда я пришла у меня на кт послал а это стоило девять тысяч семьсот но назначение все эти направления все тянут что вы такое говорите ну побойтесь бога давайте мы давайте мы не перебивать будем истца а выслушаем потом вы свои комментарии нам изложите кроме всего прочего я пока не знаю кто вы вы имеете полномочия от клиники а к вам вопрос вы кому предъявляете клинике а вы клинике претензии не к терапевту а именно клинике потому что он именно там работает и они таким образом разводят на деньги я засомневалась я подумала что ну наверное вымогают деньги и пошла в обыкновенную районную поликлинику помол по омс там терапевт меня осмотрел и сказал что девушка с вашим то здоровьем можно хоть сегодня в космос и я попросил вы этому терапевту предъявили анализы которые вы сделали в платной больнице да я все приносил то есть то есть терапевт вас в обычной поликлинике бесплатный по омс как вы говорите конечно использовал те лабораторные анализы в том числе мрт узи нижних конечностей и прочее прочее кг для вынесения своего решения он конечно да он значит пригодились вам все-таки они конечно пригодились но он еще по первому а если они пригодились то почему же вы объясните хотите взыскать 61 тысяча рублей дело в том что я прихожу приношу коты легких доктор смотрит видит что там все я здорово он мне говорит а вы знаете у вас голова не кружится я говорю ну бывают в окружении а вы знаете что у вас прединсультное состояние сходите так и говорил ну да и что говорил прям вот этот врач который стоит сейчас представляет клинику да так и заявлял все и так к самим под процедуре анализов претензии есть к самим нет то есть нет претензий к не анализом нет ты еще 100 тысяч рублей это моральный вред почему как страдали том что я когда заключением терапевта из районной поликлиники пришла к своему терапевту спрашиваю скажите пожалуйста а вот зачем все все эти походы были зачем был так надо мной было издеваться доктор повел себя совершенно неадекватно он начал кричать орать меня оскорблять говорил что но если ты такая умная в медицине так хорошо разбираешься чё что сюда приперлась и вообще у тебя дорогуши голубушка моя сголовка бубу головка ничего и обратись как и психиатру а потом он дело в том что пригласил какого-то другого доктора на начался вообще беспредел и меня как какую-то преступницу охрану вы закатили скандал ну что вы такое говорить взяли за руки и вышвырнули из клиники а дело в том что полтора месяца когда тебе говорят что у вас то и прединсультное состояние то прединфарктное состояние то предраковое что что у тебя скоро гангрена начнется вы представляете я в каком стрессе жила придумали себе сами я я вы знаете вот сложно мне как-то это представить удивительно они меня просто хорошо я понял я понял документы представьте что вы все это делали так спасибо так справка клиника заключение договор договор согласия чеки не отрицаете что все это было да историю болезни донеслись замечательно по чуть позже она вам нужна история болезни и доверенность доверенность ясно история болезни вам нужна для ответа на мои вопросы но будет нужна кое-какие моменты уточнить чуть позже отдадите скажите мне что вы как вы реагируете уважаемый суд я являюсь тем самым врачом терапевтом который это понял да данную пациентку скажем так осматривал началось с того же с ее первого визита она пришла обратилась ко мне с легким недомоганием осмотрев ее я сделал заключение о том что человек абсолютно здоров но для успокоения я выписал ей таблетки которые выходят на эффект плацебо да то есть уже мошенничество не мошенничество это по вашей просьбе по вашей настоятельной просьбе я выписал вам эти таблетки сказал что на этом вы можете закрыть все визиты спасибо вам большое вы абсолютно здоровы через два дня пациентка обращается ко мне и говорит что таблеточки пропила что я все равно чувствую легкое недомогание осмотрев я сказал что все замечательно визиты продолжались следующий визит был с тем что у меня болит в левой область в левой груди я смотрев сказал что с вами все в порядке однако ответчица настояла на кг я отправил на и кг для того чтобы там есть ну а проверив ее сердце мы сказали что я прерву вас на секунду а вы приходили к врачу как к врачу все таки или может быть вам понравился в доктор как человек вот я на ваша честь я поясню я догадался да дело в том что все визиты сопровождаются то есть первый визит был обычный адекватный второй визит мини-юбки третье визита обнажилась область декольте дальше мы пошли дальше мы пошли дать журные чулочки стринги и прочее прочее заявив о том что ну мне это абсолютно как бы неинтересно и индифферентно обрушилась на меня с обвинениями о том что я неквалифицированный врач черствый чёрствый мужчина и так далее так далее поэтому мне пришлось вызвать охрану и вывести ее потому что она в прямую скажем так она начала ко мне приставать а до этого его все устраивало поэтому мы вынуждены вынуждены поэтому я вынужден через общие чаты был обратиться к своим коллегам и выяснилось что она приходит не только в нашу клинику но и к моим коллегам по близлежащим клиникам и обратившись и один специалист мне ответил в общем рабочем чате я приготовил выписку из этого чата разрешите я зачитаю это маскодина у нас клиники всех достала просто атаковала рентгенолога шесть раз к нему приходила требовала рентгены сделать в итоге попросту набросилась на него стала приставать он позвал меня то есть врача психотерапевта я конечно пришел побеседовал сказал что расстройство не есть психическое но в легкой форме и предложил пропить ряд легких препаратов и это психотерапевт психиатр который назначай просто побеседовал человек и назначил я говорю нормальный психиатр начале делает обследование а потом может сказать есть психическое у человека расстройство или нет а это какой-то беспредел не врачебные тайны как какие-то сплетни это кошмар какой-то рука руку моет это не сплетни и мы проведя собственное расследование вы достаточно все сказали аргументировали представили доказательства теперь для оценки объективности ваших доказательств я должен выслушать ответчика представители ответчика тем более что это ваш лечащий врач давайте мы все-таки выслушаем его а клиника просила меня провести собственное расследование мы с моими коллегами про мониторили все ее соцсети нашли ее лучшую подругу побеседовали с ней и я хочу пригласить ее лучшую подругу в качестве свидетельства прежде чем свидетеля мы допросим скажите вы назначали вот обследование лабораторные только по заявлению истица конечно только по заявлению то есть это было в ее волеизъявление я хочу конкретно узи да я хочу я хочу исследовать руки ноги голову глаза потом и прочее да 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 то есть она делала заявление вы шли на встречу абсолютно при этом в истории болезни указано что рекомендации сделать такие-то такие такие-то исследования не имеют не имеют понятно давайте свидетели вот самая наглая ложь и нашел мы с ней две недели назад поругались она мне мстит теперь просто мстит тоже мне подруга господи представьтесь здравствуйте уважаемый суд меня зовут чуйкова галина федоровна я женина подруга ведь она это уже отрицает конечно но то есть знакома очень много лет и она мне часто рассказывал о своих визитах с врачом это обсуждали у нее вообще пунктик такой по жизни она очень хочет выйти замуж за врача это прям у нее такая линия по жизни идет очень очень давно все свое время сколько я и знаю месяца два назад она мне позвонила и рассказала что встретила мужчину свои мечты что он молодой красивый очень внимательный вежливый рассказывал вот о своих вот этих походах прям с такими знаете красками мне прям было честно говоря неловко то что никак со всеми пациентами он с ней общается и что вот он на нее прям так смотрит и за руки нежно держит я и говорила женя не нужно приставать к мужчине если он внимание на тебя никакого не обращает тем более доктор возможно женат зачем тебе это все нужно отвлекись уже успокойся она говорил нет кольца на пальце нет значит все мне путь открыт и вот это вот каждый раз ходила к нему чтобы добиться приглашение на свидание кольца на пальце нет лишь только потому что я врач и осматриваю пациентов я женат у меня прекрасный ребенок прекрасная семья семья я расходить с ним с кем не собираюсь и свою личную жизнь в рамках и этого и так доктор не собирается история болезни ваша бывшая как вы говорите но подруга с которой вы делились выступая в качестве свидетеля и предупрежденная об ответственности задачу ложных показаний говорят о том что вы сами просили провести эти анализы но ваша честь тогда если вот они так говорят давайте вот предположим что не так давай так вопрос о профессионализме доктора который ведется на пациента пациент придумал вот это вот как раз это сейчас и будет предметом рассмотрения совещательной комнате судом суд удаляется для принятия решения далее в программе но натяжа александра она попросила и закрыть 200 200 страны я знатный парильщик я знаю что когда мне делать она почетный парильщик липовая справка стопроцентном здоровье стоила клиентки спортивного центра недорого намного дороже теперь восстановить здоровье подробности в суде а и фотку вот так вот в глаза показываю говорю сумку у меня украла она даже покраснела представляете студентки объявили друг другу войну из-за милого рюкзачка чей же он на самом деле и почему каждая теперь уверена что ее подло обокрала лучшая подруга разберемся в суде а ты вообще помолчала бы а ты бы вообще помолчала сколько раз это обсуждали зачем доставать мужчину я никого не доставала а вы пользовались ситуации и зарабатывали на мне деньги это вам должно быть стыдно присаживайтесь оглашается решение суда судом проанализированы документы договор составлен соответствии с требованиями нормативных актов услуги оказаны по вашему настоянию так следует из истории болезни что подтверждается не только подписями лечащего врача но его руководителя заведующего отделением поэтому оснований правовых для удовлетворения ваших требований не имеется вам отказано в удовлетворении иска в полном объеме решение суда вам понятно ну понятно я буду обжать это ваше право слушание дело окончено решение суда в иске отказать ну ладно на этом докторе свет клинам не сошелся от своего лица и от лица клиники надеюсь что у евгении сергеевны в личной жизни будет все так же хорошо как и со здоровьем вы уверены что никому ничего не должны я ему ничего не должен абсолютно а может быть кто-то не торопится возвращать деньги вам в этом суде каждый получит свое вы просили сделать по закону я сделал дела судебные деньги верните работаю я один в семье а полмиллиона накопила моя теща на нашем телеканале истец требует расторжение договора об оказании физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг взыскание всех убытков и компенсации морального вреда ответчик с иском не согласен открыто слушание дела ваша честь я представляю интересы своей матери зотовой надежды александровны и требую защиты прав потребителя нами был заключен договор с фитнес-центром на платные оздоровительные услуги и просим компенсировать компенсировать сумму этого договора 29 тысяч 900 рублей также моральный вред который нам принесли это в размере 50 тысяч рублей моего оцениваем и 37 тысяч рублей это вред здоровья как деньги которые ушли на лекарство после вот инцидента объясните что произошло моя мама находилась в сауне она там была одна и она потеряла сознание полчаса она там лежала одна без сознания и никто ее не помог ей никак ее не обнаружил и потом только потом и как-то ее случайно обнаружили и помогли после того как мама там пролежала без сознания ее госпитализировали положили ее в больницу в больницу она поступила с тяжелейшим гипертоническим кризом также она получила ожоги различные степени тяжести и мама до сих пор восстанавливает свое здоровье представляете и ну конечно я после того как маме стало немного легче я решила обратиться написать жалобы в роспотребнадзор в прокуратуру санитарные пожарные инспекции да ну а как иначе только так я смогу помочь и так вы написали жалобы да и что как как отреагировали эти инстанции ну провели проверку провели проверку итогом этой проверки что никаких серьезных нарушений они не выявили все понятно и так общая сумма 117 тысяч почти без 10 рублей да да все верно да понятно и так ответчица до вас представьтесь ваша честь я васин лариса константиновна представляю интересы здесь фитнес-центра и с иском мы не согласны потому что действительно у нас высококвалифицированный фитнес-центр у нас оснащен он технологиями наивысшего уровня и все сотрудники высококвалифицированные дипломированные имеют хорошие отзывы более того если клиенту необходимо наблюдения при той или иной манипуляции процедуре или же занятие фит с фитнесом то есть к нему представляет представляется обязательно человек который курирует его он его одного не оставляет но моя мама это за дополнительную плату нет это входит что произошло там с сауны почему человек на полчаса в сауне остался объясняю там где люди обнаженные камеры не может быть но у нас всегда есть камеры на вход и выход из сауны и всегда человек который сам лично женщина до сотрудник курирует всех там просматривает я не знаю контролирует процесс нахождение в самой сауне а когда надежда александровна сама туда ушла то есть спустя первое нахождение в сауне по регламенту не более 80 минут то есть сотрудница которая проконтролировала что надежда александровна сама туда это объявление висит конечно у нас более того надежда александровна ознакомлена со всеми правилами безопасности и подписала их сама да вы ей дали просто она нарушила прошу прощения я сейчас говорю спасибо вот и она нарушила целый перечень этих мер безопасности я перечислил и скажу после первых десяти минут нахождения в сауне наша сотрудница заглянула в сауну и рекомендовал надежде александровне покинуть сие заведение но надежда александровна попросила и закрыть 200 200 страны я знатный парильщик я знаю что когда мне делать на почетный парильщик возможно что она знает как париться и наверное эти советы вы должны были проследить чтобы она там сознание не потеряла они поверите вот поэтому она оказалась больница да спустя какой-то прибежуток времени наша сотрудница курировала заглядывала надежда александровна сидела на самой верхней полке это один из перечни безопасности который не стоит нарушать надежда александровна неоднократно поливала камни водой норма 100 200 миллилитров полития на камни надежда александровна превысил эту норму в несколько раз но на что она была она же у нас почетный парильщик и естественно желание клиента это закон она сидит все хорошо париться то есть спустя еще период времени то есть от 10 минут плюс 20 наша сотрудница снова заглядывает чтобы ее ну проконтролировать надежда александровна уже лежит на верхней полке и температуру в сауне на тот период времени превышала 80 градусов вызвали скорую были приняты все меры первой медицинской помощи понятно но я прошу можно я зачитаю до меры безопасности конечно сама за сама нарушила да они рекомендуется продолжительное пребывание в саунах так как пребывание вызывает превышение температуры тела да мы превысили уже надежда александровна превысила уже далее выше я говорила не рекомендуется посещать сауну в отсутствие других посетителей в избежание курьезных несчастных случаев мало ли никто за себя не ручает все что угодно мы следили но надежда александровна была в сауне 1 да ну и естественно наша сотрудница она постоянно за ней присматривала температуру воздуха в парильных отделениях не должна превышать 80 градусов она превысила ее потому что неоднократно поливала превышенную норму воды на камне как вы определили норму воды потому что мы смотрели сколько она поливала и у нас стоит не у нас да в сауне стоит бачок нормы воды вылитой нормы воды была вылита вся и не нужно забираться на самую верхнюю полку ну вы сами понимаете у нас пара поднимается выше и будет только хуже дело в том что когда клиент у нас подписывает договор покупать годовалую карту мы требуем чтобы он принес медицинское заключение состояние его здоровья и мы принесли эту да безусловно вы принесли да справку из медицинского платного учреждения о том что у зотовы Надежда Александровна стопроцентности мощное здоровье то есть никаких хронических заболеваний и так далее но вы знаете лиз как есть еще возрастные критерия да не будем как бы здесь никого обижать то есть состояние здоровья по возрасту нам стало интересно да но как же так стопроцентное состояние здоровья и произошло то что произошло с учетом того что знатный там значит почетный парильщик мы начали свое расследование мы Мы вышли на клинику платную, там, где Золотова Надежда Александровна покуп... Нет, обвинять мы вас сейчас не будем. Нет, мы сейчас прямым текстом сказали, что мы купили эту справку. Я даже не успела сказать, Ваша честь, оговорочка по Фрейду с языка сняла. Значит, вы это держите в голове, это ваше субъекте. Нет, значит, откуда вы знаете, что я держу в голове вообще? Вы почему нас обвиняете сейчас? Моя мама потеряла здоровье у вас в центре, вы понимаете? Да это вы нас обвиняете. А сейчас вы говорите, что мы купили какую-то справку. Вы нас обвиняете, что ваша мама потеряла якобы только у нас. А где она потеряла? А я сейчас расскажу. Ваша мама, в принципе, потеряла свое здоровье. Жизнь с ней случилась. Да что вы говорите, да? А до этого у нее не было никаких проблем. Не хочу переходить на хабальстое взаимоотношение, на рыночное, да? У меня есть достоверный факт, я вам сейчас их предоставлю. Мы позвонили в этот медицинский центр, и вот, что мы там услышали. Я понимаю, что это голосовой не имеет вес в суде никакой, но тем не менее. Мик Чонтер, слушаю вас. Добрый день. Мне нужна справка медицинская о том, что я здорова. Ну, для предоставления в фитнес-центр, в бассейн. Да, хорошо. Вы хотите ускоренный вариант без посещения врачей? Да, так можно, здорово. Ну, что без мороки? Да, хорошо. Значит, 1800 на указанный счет, и курьер подвезет вам справку по указанному адресу. Отлично, спасибо. Так, свои данные, ну, там, ФИО, адрес, доставка, что там еще нужно? Куда мне скинуть? Вот вам на этот номер... Да, 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 конечно. Достаточно. Вот, это именно тот медицинский центр, откуда была принесена справка. Далее мы не закончили на это, мы обратились и нашли, где у нас наблюдается, в принципе, свое здоровье, Надежда Александровна, в клинику, в поликлинику, да, районную, где есть ее медкарта. У вас какие-то основания вообще есть? И анамность, безусловно, есть, потому что вы нас обвиняете и к нам иск выставляете. Поэтому мы им право защищаться. Так, и что же вы сделали? С теми возможными способами. Итак, обратились в больницу, в поликлинику. Видели, мы наблюдали карту, натуральную наблюдение здоровья Надежды Александровны, она, прошу прощения, вот такого, да, значит, такой толщины, да, у здорового человека, ну, в принципе, да, у меня вот такая. Может быть, лет еще немного, но тем не менее. Понятно. Поэтому, естественно, с иском мы не согласны. Ваши документы, будьте добры, вместе с инструкциями и доверенностью. Доверенность, да, вы доверитесь. Вы просто вот это все сейчас выкрутили так, фокусники. Моя мама вообще не ходит в поликлинике, чтобы иметь такую карту. Поэтому, видимо, у нее много конечных заболеваний. Итак, доверенность, книга отзывов, предложений. Вы хотя бы там очередь стояли в этой поликлинике, она никогда туда не ходила, она здоровый человек. Поэтому она больна очень, я прощения, да. Так, справки, справки, цены, лицензии, лицензии, инструкции, все понятно. Тогда суд удаляется для принятия решения. Прошу всех встать. Далее в программе. А я ей фотку вот так вот в глаза показываю, говорю, сумку у меня украла. А она даже покраснела, представляете? В общежитии подружки-студентки решили, что все продукты, косметика и одежда теперь общие. И тут же разругались насмерть из-за сумки. Подробности в суде. Ну, вы знаете что? Я думаю, что мама моя все-таки получит вот эту вот компенсацию. Да, это вы думаете. Да, и вы вернете деньги, которые вы просто загробастили. И при этом чуть ее в могилу не завели. А то, что вы незаконным путем. Каким незаконным путем? Вы это видели? Почему вы вообще утверждаете так? Вы сейчас говорите, что мы врем. У вас мама больной человек. Она нарушила перечень правил безопасности. Да она не ходит в поликлинику. Я вам еще раз повторяю. Но почему-то у нее, извиняюсь, вот такая компенсация. Это я не знаю. Присаживайтесь. Исковое заявление основано на том, что посещая фитнес-центр, клиент воспользовался услугами, которые могут представлять повышенную опасность. На самом деле, Гражданский кодекс предусматривает не исчерпывающий перечень источников повышенной опасности. Это транспортные средства и прочее, и прочее. Естественно, сауна туда не входит. Поэтому здесь нужно исходить из аналогии законодательства, из других каких-то оснований. И здесь нужно основываться на том, имело ли место недобросовестное оказание услуг со стороны фитнес-центра. Так вот, изучив все доказательства, изучив материалы дела, изучив представленные справки, инструкции и прочее ответчикам, суд пришел к выводу, что услуга оказывалась в полном объеме в соответствии с договором. Вред, причиненный здоровью, конечно, должен быть возмещен в полном объеме, даже в случае отсутствия вины лица, который причинил вред. Но сам вред не был причинен лицом. Понимаете? Вред был причинен вашей матерью самой себе. Она использовала сауну не так, как положено использовать человеку. Она находилась там больше 10 минут, вопреки инструкциям, ну и так далее, и так далее. Все, что мы слышали от ответчика. Поэтому вы заявили неосновательный иск, и удовлетворить его суд не имеет права. Именно не имеет права, потому что хотелось бы, конечно, человек попал в беду, но человек сам виноват в этом. Окончено слушание дела. Прошу всех встать. Решение суда. В иске отказать. Мы будем бороться. Наверное, придется пригласить специализированного юриста и составить новый иск, и не снова обратиться в суд. Наш фитнес-центр полностью оснащен всеми инновационными технологиями, которые отвечают под всем перечнем мерам безопасности клиента. И трагедия Надежды Александровны, которая произошла с ее здоровьем, произошла исключительно по ее вине. В правовом конфликте побеждает тот, кто первым обратится к юристам. Кто виноват? Она виновата. Татьяна. Она виновата. Если вы не можете вернуть свои деньги... Обещала мне все вернуть, а сам взял и помер. Негодяй какой. Если семейный скандал вот-вот превратится в развод... Ты восемь раз изменил и заявляешь это в суде сейчас. Обращайтесь в нашу юридическую консультацию. Наследуются и имущества, и долги. Как так? Вот так. Гражданский кодекс. Это бесплатно. ИСТЕЦ требует взыскания компенсации материального ущерба. Ответчик заявляет встречный иск о возмещении материального вреда. Слушание, дело открыто. Ваша честь, здравствуйте. Меня зовут Горбунова Евгения. И я требую материальную компенсацию с этой ответчицы, бывшими подруги институтской. Успокойтесь, на тон ниже. Жили с ней в общаге. Ваша фамилия Горбунова Евгения Григорьевна. Правильно? Да. На тон ниже. Продолжайте. Постараюсь. С ней жили в одной общаге, в одной комнате. Но я, конечно, съехала от нее, потому что с этой воровкой я ничего общего иметь не хочу. Она меня обокрала, представляете? Рюкзак такой стильный украла у меня. Еще впоследствии продала. Самое смешное. Вот этот рюкзак? Да. Так если украли и продали, вам продали? А я сейчас расскажу все. Продала в общаге, представляете? В этой же общаге. И потом еще долго делала вещь, что она якобы не при делах. Мол, рюкзак не видела, никакой рюкзак. Ага, как же не видела она? Нет, я ей поначалу верила, потому что у нас в общаге трое сначала жило. И гардероб общий. Сами понимаете, студенты не самые богатые люди. Подрабатываем, конечно, по возможности. Но не все. Вот есть, конечно, студентки, у которых родители там в своем наблюдачке вынь да положь. Ну такие они приезжие, если они живут не в общаге, квартиры себе снимают. Ну а тут, если на вечеринку или на свидание, можно зайти и комплект себе собрать. Ковтень одной, юбку или джинсы другой, сумку или рюкзак третий. Даже соседками иногда меняюсь. Возможно, поэтому я рюкзак сразу и не обнаружила. А тут девицу с ночвака встретил, ну училку начальных классов, представляете? С точно таким же рюкзаком, как у меня. Мы с ними редко пересекаемся. Они на втором этаже живут, а мы на пятом. Ну и думаю, опа. А когда я его покупала, мне сказали, что он в единственном экземпляре. Представляете? Поверили? Нет, не поверила. Первая мысль. Обманули с***, конечно же. Ну а потом думаю, прикольный такой рюкзак, стильный, все-таки золотой весь. Чего я его не ношу-то? Пришла в общагу, начала искать. И у нее нет нигде. Люське позвонила, она встретила в общаге жила. Позвонила, спросила. Она говорит, не знаю где, не видела. И Алка говорит, что не видела нигде. Я даже по соседям прошла. Тоже нигде никто не знает. А тут опять девица-то с ночфаком. А Алка, это Алла Сергеевна Веревкина, да? Да, да, подружка моя бывшая. Ответчица. Да, да, да. Ну и все. Вижу опять эту девчонку с ночфака, подбегаю к ней, спрашиваю. Прикольный рюкзачок, где взяла? Она говорит, да Алка продала с пятого мне. Я такая, вот так? Так я в ментовку пошла заяву писать. Ну мне там, конечно, популярно объяснили, что я сама свою вещь обидчице отдала. Нет, ну понятное дело, просто браться не хотели, сто процентов. Нет, ну я такое не оставляю. Я Алку отчитала при всех студентках, общажных подружках наших. А она глаза такие выпучила большие, говорит, не понимает, о чем я говорю. А я ей фотку вот так вот в глаза показываю. Говорю, сумку у меня украла. А она даже при таких железобетонных доказательствах, говорит, даже не покраснела, представляете? Говорит, сумки собрала и просто пошла. Говорит, не я первая начала, ну ты первая. А сумка-то ведь сейчас у вас? Сумка сейчас у меня, понятное дело. Потому что я вот недавно чек нашла на сумку. 7300, не из дешевых вообще-то стоил он. Нет, может, для кого-то это не деньги, а для меня еще какие деньги. Поэтому я требую, чтобы мне вернули все до копейки. 7300? 7300. И рюкзак останется у вас? Да. И вы считаете это справедливо? Да. И поизаконно? Да. Украла? И сомнений нет никаких? Нет, абсолютно. Все ясно, с вами. Здравствуйте, Ваша честь, меня зовут Веревкина Алла Сергеевна. Я вам сейчас все объясню. У меня тоже есть встречный иск. С ее иском я абсолютно не согласна. В общем, я требую возмещения материального учерба в размере 7900 рублей, а также морального в размере 20000 рублей. Сейчас поясню ситуацию. А почему 7900? 7300 стоит? Нет, 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 я сейчас покажу. Смотрите, в общем, ситуация следующая. Да, я не отрицаю. Я действительно взяла ее рюкзак. Я его продала. Но не за 7300, как говорит наш вот истец, а за 4000. Он все-таки не новый. Так вот, я его продала. А какое вы имели право продавать рюкзак? Я вам сейчас все объясню. Я его продала, но я его выкупила, я вернула. Вот он у нее на руках. Поэтому я считаю, что по чеку я ничего возвращать не должна. У меня сначала вопрос. По какое вы имели право? Я вам предысторюсь. Можно, пожалуйста, выслушать? Значит, я познакомилась в потоке. У нас учится парень Макс. Ну, там огонь, короче, парень. За Максом не мстишь, что ли? Так вот, он меня пригласил на вечеринку. Я хотела к нему как-то вот подойти, понравиться. И все деньги за накопленные за полгода я на них купила костюм. Сейчас вам покажу. Яркий топ, ну, такой красивый вот. Еще купила юбку короткую, пышненькую. Ну, просто, чтобы соблазнить. Сейчас я вам просто покажу, чтобы вы понимали ситуацию всю. В общем, я с комплектом готовых вещей. И хотела его покорить. Но я его толком даже не примерила. Я его вот купила с чеками, вот в пакетике новеньком. Я так его в шкаф и поставила. Наступает день рождения, я прихожу собираться. Пакет есть, чеки есть и отрезаны бирки. А вещей самих нет. Сама говорила, можно брать. Я говорю, вещей нет. Ну, и Женьке тоже нет. Что делать? Ну, до меня доходит сразу. Она взяла мои вещи, пошла сама к Максу вместо меня. Потому что все, мне не в чем идти, как бы. Ну, что делать? Я смотрю, у меня... Но у вас что, Макс один на двоих, что ли? Да не один на двоих, это мой Макс. Да кого ты вообще там говоришь? Подожди, если Евгения пошла на встречу с Максом в вашей одежде, значит, это не ваш Макс? Так, да, слушайте, пожалуйста, до конца. Я же не говорю. Мне, ну, я на вечеринку хочу прийти. Она думает, конечно, вещей нет, я никуда не пойду. У меня взор падает на ее рюкзак. Я вспоминаю, что у нас девчонка есть, Наташка, вот как раз первого курса, она из ШПАКа. Она просила продать рюкзак. Что делать? Денег нет. Я быстренько бегу к ней, продаю рюкзак за 4. 4 еще занимаю, беру, бегу обратно в магазин. Там нахожу комбез. Комбез, короче, ну, просто бомба тут открытая. Я залетаю на день рождения. Там все уже такие хорошенькие. И знаете, кого я вижу? Женю, которая висит на Максе в моей одежде. Ну, извините, там даже одежда не поможет. Он как бы ее бросил сразу ко мне. У Женьки облом. Так вот, я требую... Со мной же вначале сидел. Этот комплект стоил 7 900. Тоже, извините, недешево. Так вот, я договорилась с тетенькой из магазина, что если он как бы не подойдет, я его верну. Я же его толком не мерила. Так вот, она мало того, что в него влезла, разорвала, так еще и пятно на юбке поставила. И, естественно, никто не будет возвращать мне деньги за этот костюм. Так вот, я требую материальную компенсацию, а также моральную. 20 тысяч рублей. Она меня при всех девочках воровкой назвала. А позорила, ты Макса отбила. Я бегала в ненормальное. А вы знаете, она воровкой назвала вас здесь в суде. Это позиция по делу. Вот если бы воровкой назвала в общежитии или где-то еще... Так она меня при всех девочках унизила. Она на все общага была. Понятно. Ты понимаешь, я вот повернула за Максом, мне мстишь, так и скажи, пожалуйста, директ. Ты даже не посмотришь вообще. Да ты понимаешь, ты понимаешь, да нифига ты что-то. Дрять. Ну что здесь, пришли подраться, что ли? Подраться пришли? Ну я сегодня с нервами не в порядке. Себя с нервами не в порядке. Да у вас у обеих нервы не в порядке. Посмотрите на себя. Кроме всего прочего, я хочу вам объяснить ситуацию. Вы продали, взяли и продали чужую вещь. Это само по себе хищение. Это кража. Ну я вернула его. Слава богу, что вернули. Но событие-то хищение было, событие само было, вас надо наказать за то, что вы похитили чужую вещь и распорядились ею, не имея права распоряжаться. А теперь вы хотите получить 7900 рублей за те вещи, которые находятся у вас. Вы хотите получить 7300 за вещь, которая находится у вас. Вы хотите получить 20 тысяч компенсаций морального вреда, не доказывая это. Я напоминаю, 56-я статья Гражданского процессуального кодекса. Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которых она основывает свои требования или возражения. Вы должны доказать, что вы страдали и переживали морально, нравственно, физически на 20 тысяч рублей. Принести свидетелей, принести доказательства. Есть свидетели? Так я бегала, а да, как нормальная. Есть доказательства другие? Нет, конечно. Нет доказательств другие. Поэтому суд удаляется для принятия решения. Прошу всех встать. Оглашается решение суда. Ни вы по основному иску, ни вы по встречному иску не доказали суду, что у вас имеется вред, имеется в том числе моральный вред. Поэтому оснований правовых для удовлетворения ваших требований не имеется. Вам отказано в удовлетворении вашего основного иска, а вам отказано в удовлетворении вашего встречного иска. Решение суда понятно? Да. Да. Прошу всех встать. Решение суда. В иске отказать. Во встречном иске отказать. Придумала там вот эту всю ересь непонятную. Не знаю, больше нечего сказать мне вот прям вообще. Ну а что мне говорить? Мне, конечно, было неприятно, что на меня накинулось как ненормально. Пусть психи свои успокоят сначала. Деньги и секс. Больше трех миллионов рублей для сожителя. Я хорошая девушка. Деньги и дружба. Он вместо того, чтобы меня вытащить из этого, он со мной забухал. Деньги и власть. Вам покоя не дают наши деньги. Это пока вы мне деньги хотите получить. Деньги верните. Если задачу не выполнили, деньги вернем. Вот деньги верните. Смотреть обязательно.